Открытый диалог с Александром Непомнящим И вновь мы встречаемся в нашем эфире с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр! Добрый день! И начнем мы, наверное, не с Израиля, не с того, что происходит в Израиле. Давайте начнем с Великобритании. И, в частности, станет ли Джереми Корбин, такой известный друг террористов и антисемит, премьером Великобритании? Вот вы сказали не начнем с Израиля, но, в общем и целом, эта тема здесь все равно касается именно Израиля, потому что, в общем, что будет в Англии для Израиля крайне важно. Как, например, еще более важно для нас, что происходит в политике США. Но прежде чем говорить о Джереми Корбине, действительно, буквально сегодня от округа, от города Питбору, в Британии, на выборах победила представительница Лейбор, некая Лиза Форбс, о которой бы, возможно, мы даже ничего не знали, если бы она не прославилась своими достаточно резкими антисемитскими заявлениями. Во-первых, она сказала, что Тереза Мэй, которая сегодня, к слову, ушла в отставку, она работает, выполняя повестку Дня сианистских рабовладельцев. Именно такими словами. Во-вторых, она в социальных сетях поддержала идею о том, что ИГИЛ, исламское государство, это порождение Массады и ЦРУ. Она была против принятия определения антисемитизма партии Труда, британской Лейбор-партии, вместе с целым рядом других известных деятелей, деятельниц Лейбористской партии, которые в итоге были все-таки за антисемитизм даже сегодняшней партии Лейбор уволены. И, в общем, ее избрание в парламент вызвало большое возмущение среди евреев, голосующих и поддерживающих Лейбористскую партию, состоящих Лейбористской партией Британии. И это стало, в общем, неким, так сказать, очередным шагом, таким серьезным и заметным в том, что происходит сегодня с партией Труда, Лейбористской партией, которая, на самом деле, по всем показателям, вполне возможно, сейчас займет, получит больше мест в парламенте на ближайших выборах, которые состоятся, мы еще не знаем когда, чем партия консервативная, консервативная партия Турда. Собственно, поэтому, с одной стороны, то, что Лиза Форбс, откровенная антисемитка, победила представителя, кстати, даже не консерваторов, а партии Брексит. То есть консерваторы сегодня в Британии находятся в такой ситуации, что, в общем, они уступают не только Лейбористу, но даже другим партиям, в частности, вот партии, говорящие о призывающих к уходу Англии из Евросоюза без всяких договоров, партия Брексит, так называемая. Так вот, Лиза Форбс победила именно представителя Брексит, партии Брексит, а не представителя Тори. И это, как я уже сказал, не самая главная проблема. Проблема в том, что вот складывается сейчас колоссальная нестабильность британской политики. Мэй ушла сегодня в отставку и перестала быть главой партии. Человеком, который имеет наибольшие, видимо, шансы занять ее место, является Борис Джонсон, человек, в общем, вполне вменяемый и грамотный. Но мы видели, что Эрези Мэй не удалось провести через парламент соглашение о выходе Британии из ЕС, Евросоюза. Дело в том, что левые вообще отказываются принимать любое подобное соглашение, не хотят, чтобы Англия уходила из Евросоюза. А у правых нет общего мнения. Одни более радикальные требуют жесткого выхода, другие умеренные хотят, чтобы был выход договора, в итоге нет никакого договора. И вот мы видели, что Тереза Мэй провалилась. Получится ли у Джонсона? Очень мало шансов. Мало шансов, что ему удастся уговорить парламент и провести это решение через парламент. Тем временем, на примере выборов в местные органы власти, вот, собственно, в рамках которых сейчас Лиза Форбс тоже оказалась в, кстати, вошла, как бы, ну, нет, в местные выборы власти, в местные выборы в местные органы власти, это отдельно. Лиза Форбс, я прошу прощения, она пришла в парламент, потому что предыдущий представитель этого округа, кстати, тоже от либерийской партии, она, ее поймали на том, что она врала полиции, чтобы не заплатить штраф. И, так сказать, она была вынуждена покинуть свой пост, и Форбс пришла вместо нее. Но вот недавно закончились выборы в местные органы власти, и обе крупные партии надеялись, что они увеличат свои позиции. Тем не менее, либористы потеряли порядка сотни мест, а консерваторы потеряли почти полторы тысячи мест. И схожую перестройку голосования в Британии мы теперь видели и во время голосований в Европарламент. Они, хоть их выходят из Евросоюза, все еще, так сказать, находятся там, и в Европарламент посылают своих делегатов. Так вот, там больше всего как раз прошло представителей партии Фараджа, а Тори, правящая партия, у нее были настолько сокрушительные результаты, что, по мнению журналистов, в общем, как бы такого не было с начала XIX века. Такого провала. И по тем опросам, которые сейчас проходят, ясно, что при ближайших выборах всеобщих, а их вероятность досрочных выборов увеличивается, потому что вот эта нестабильность ушла Тереза Мэй, кто придет вместо нее, непонятно, и сможет ли он решить те проблемы, которые Тереза не смогла решить, тоже непонятно. Так вот, если бы выборы были сейчас, то мы видим, что у либористов получается больше мест в Палате Общины, чем у консерваторов. Таким образом, действительно, Джереми Корбин становится премьер-министром. И, в общем, сегодня, с тех пор, как Джереми Корбин в 2015 году стал лидером либористской партии, самым, пожалуй, таким вот основной, самой основной характеристикой этой партии стал антисемитизм. Именно тогда, в общем, как он стал главой партии, они поменяли немножко правила, и очень многие радикальные левые, британские, могли, просто уплатив взносы членские, вступить в эту партию и проголосовать. И это привело к тому, что Корбин, который, в общем, 34 года провел на то, что называется, на задних скамейках, то есть вдалеке от реальной политики. И, в общем, он идеолог, идеолог-марксист. Всю дорогу он занимался, так сказать, проповедованием радикального марксизма. А тут в партию пришли его сторонники. И он стал главой партии. И с тех пор, на протяжении последних четырех лет, мы видим, как либарийская партия превратилась просто в какой-то рассадник антисемитизма, который не только накопилось огромное количество обвинений в расизме, антиеврейских выступлениях и в антисемитском экстремизме, но и колоссальной неспособности руководства партии, Корбина и его окружения, бороться. Но мы понимаем, что, в общем, Корбин сам антисемит, и он бороться с антисемитизмом в своей партии не спешит. И вот это, на самом деле, очень серьезная проблема. Дело в том, что сейчас, буквально в марте, в Британии существует такой государственный орган, комиссия по вопросам равенства и прав человека, которая должна отслеживать то, что в государстве соблюдаются равенства и между расами, между разными народами, этническими группами, и соблюдаются права человека. Так вот, эта комиссия получила целый ряд жалоб на антисемитизм в Либарийской партии, и они сделали заявление, что, в общем, судя по всему, Либарийская партия действительно могла незаконно дискриминировать людей из-за их этнической принадлежности. Ну, вы знаете, британцев они очень аккуратно, очень вежливо все это подают, и они намерены сейчас проводить очень серьезное расследование. Все это, так сказать, началось в марте, происходило в апреле и в мае. В апреле руководство Либарийской партии, так сказать, дало ответ на обращение этого комитета, ИХРС называет этот комитет. Так вот, Либарийская партия сказала, что нет никакого антисемитизма у них в партии, есть, так сказать, проявление отдельных людей. И это, конечно, абсолютно не так, потому что сегодня, как стало известно журналистам, в распоряжении этого комитета, этой комиссии, находится огромное досье, составленное из тысяч сообщений. Это досье собрали бывшие представители Либарийской партии, которые оттуда ушли из-за того, что стало происходить в этой партии. И они помогли собрать огромное количество материала, которое четко совершенно показывает что в партии с антисемитизмом не борются, более того, покрывают его. И, судя по всему, этот вот процесс вокруг Либарийской партии, он набирает обороты и становится все более-более скандальным. Но будет ли какой-то результат, может ли, например, эта комиссия, этот комитет дисквалифицировать руководство Либарийской партии, отстранить их от возможности того, чтобы они стали главы, заняли государственные позиции, это пока непонятно. И более того, в начале, собственно, в середине мая, когда вот эта вся история с разбирательством того, насколько серьезные антисемитские проявления, обвинениям антисемитизма Либарийской партии стали просачиваться в британские газеты, Корбин обратился к мусульманам, празднующим День Нагбы. То есть, они празднуют, отмечают катастрофу, постигшую, катастрофу в кавычках разумеется, катастрофу, постигшую палестинских арабов в 48-м году, то есть создание государства Израиль, и устраивали в Лондоне большое мероприятие по этому поводу, и Корбин их поздравил, так сказать, приветствовал этих людей, написав, обратившись к Хамасу, что это группа, которая борется за права палестинских арабов против притеснений со стороны российского Израиля и прочее. Ну, как мы представляем себе, что там было сказано, и что израильские силы расстреливают сотни безоружных палестинских демонстрантов, которые требуют свои права и так далее. При этом, конечно, Корбин ничего не сказал про то, что буквально в те же самые дни Хамас обстреливал ракетами Израиля, выпустил 700 ракет по городам Израиля. Вот. А Хамас, в свою очередь, поблагодарил Корбина за понимание его позиции и за, так сказать, такое доброе и теплое обращение. Таким образом, действительно, мы имеем все шансы к тому, что в Британии на ближайших выборах главой правительства станет человек, который поздравляет Хамас и обвиняет Израиль в откровенность, в расизме и в геноциде против палестинского арабского населения, которого считает Хамас и Хизбалу своими друзьями, они, соответственно, его всячески, так сказать, приветствуют. И это при том, что в Британии организация Хамас считается террористической, признана террористической. Так вот, правительство Британии считает террористической организацией, Хамас террористической организацией, а Корбин, который их приветствует и получает их поддержку, может стать сейчас главой этого правительства. Вот. И, кроме всего прочего, то есть, кроме того, что Корбин враг Израиля совершенно откровенный, он еще действительно, как видимо, откровенный антисемит. И, безусловно, для евреев Британии это может стать очень серьезной проблемой. Это станет серьезной проблемой и для Израиля тоже, потому что если во главе такого важного государства Британии окажется друг КамАЗа, то, конечно, в общем, это будет достаточно сложно. Израиль уже справлялся с подобными проблемами. Мы помним, что друзьями террористов были и, в общем-то, в многом остаются лидеры сегодняшней России. И как-то, так сказать, Израиль умел справляться с этой напастью тоже. Но Британия, которая была всегда в лагере союзников Израиля, может сейчас оказаться совершенно другим государством. Кстати, недавно бывшего премьер-министра и лидера либеристов Тони Блейра, который сам не был большим другом Израиля, но все-таки он как бы был в рамках некого дипломатического, что ли, подхода и нарратива общего западноевропейского. Его спросили, считает ли он, что Корбин антисемит. Он сказал совершенно однозначно. Он антисемит, и более того, я не узнаю партию, которую возглавлял на протяжении многих лет. Кстати, опять же, Трамп, молодец большой, который посетил Великобританию на этой неделе, он с Корбином встречаться отказался. Ну, в конце концов, Корбин еще пока никто, и звать его никак. И кто он такой, чтобы Трамп его вообще-то встречал? Корбин очень хотел встретиться с Трампом. Это, безусловно, подняло бы его престиж, что вот он еще не стал премьер-министром, а он уже встречается с главой Америки. Но Трамп четко сказал, что Корбин — это зло, и встречаться с ним не хочет. Если, не дай бог, станет премьер-министром, другая ситуация. Например, глава государства обязан иногда встречаться с теми, кто ему не нравится. А пока Корбин не глава государства, то, в общем, можно обойтись и без него. И, в общем, ситуация достаточно серьезная, потому что каким образом британцы сумеют избавиться от этой напасти, пока непонятно. Спасибо. Ну, а теперь, наверное, о том, об уникальном проекте по спасению исторического наследия Храмовой горы. Да, значит, действительно, вот буквально 1 июня мы отмечали в Израиле День Иерусалима. Этот праздник привязан к победе в Шестидневной войне и к освобождению Иерусалима. Ведь мы помним, что с 1948 года по 1967 год на протяжении 19 лет весь Древний Иерусалим, и значительная часть вообще Иерусалима, была оккупирована ярданцами. Иорданцы приложили колоссальные усилия к тому, чтобы уничтожить все еврейское наследие, все, что было связано с еврейским присутствием в Иерусалиме. Поэтому, когда мы освободили, в общем, пришлось заниматься многими восстановительными работами, и некоторые тянутся до сих пор. То есть буквально совсем недавно, лишь несколько лет назад, была восстановлена самая знаменитая, самая красивая синагога старого города, которую иорданцы просто взорвали. Вот так вот. Но есть еще один очень интересный проект, и он сейчас вновь запущен после двухлетнего перерыва. Я с удовольствием хочу рассказать нашим слушателям о нем. У нас есть время сейчас? Да. Или нам нужно делать? Ну, мы можем продолжить. Хорошо. Дело в том, что где-то 15 лет назад, даже больше, в 99-м году, это было 20 лет назад, группа исламских, значит, исламское движение в Израиле, которое сегодня вообще признано вне закона, они стали незаконно как бы создавать на храмовой горе еще одну мечеть, в так называемых конюшнях Соломона. Соломона они, конечно, к царю Соломона они прямого отношения не имеют. Это были залы, которые построили в свое время крестоносцы. И эти залы были засыпаны землей, и рядом с ними, чтобы расчистить эту территорию, нужно было еще убрать некие такие завалы мусора, скопившиеся на краю храмовой горы за многие тысячелетия. Это был археологический мусор, конечно, крайне ценный для археологов, но археологи на храмовой горе не появляются, потому что, так сказать, геополитическая ситуация, напряженность политическая такова, что там, в общем, уж только археологов не хватало для полного счастья. Так или иначе, вот эти самые исламские движения просто взяло и вывезло тонны, сотни тонн мусора, выбросило в Кедронское ущелье. Просто свернуло эти культурные свои и бросило их в мусор. 99-й год у власти был Эхуд-Бара, большой друг арабов, который готов был отдать им буквально все, в том числе и храмовую гору. И он, конечно, не занимался этой проблемой вообще, но была пара археологов, которые возмутились и сказали, что это же просто преступление, страшное дело. Мы, так сказать, не знаем, как подойти к храмовой горе, чтобы узнать, что же там все-таки внутри нее, какая археология сложная. А тут приходят какие-то уроды и тонны вот этого самого культурного слоя сбрасывать в ущелье. И им удалось все-таки, так сказать, несмотря на всю политическую ситуацию, им удалось весь этот сброшенный в ущелье мусор, Кедронское ущелье, весь культурный слой вывести в отдельное место. И они начали заниматься его просеиванием. То есть обычно, конечно, археология что говорит? Она говорит, мы аккуратно снимаем слой за слоем, закапываемся в землю, и мы понимаем, что если что-то лежит сверху, то, скорее всего, это более ранняя эпоха, что-то глубже, это более глубокая эпоха. Когда это все вот так вот сброшено в ущелье, мы просто просеиваем этот самый прах и находим разные артефакты, как мы можем знать, к какому периоду они относятся. И вообще, что это за дело? Но, так сказать, другого не было ничего. И вот эта пара археологов фактически разработала к 2004 году технологию вот такого очищения вот этого, так сказать, этого культурного слоя. То есть аккуратно берут небольшую часть этого, так сказать, песка и праха, и вот этой вот земли, грязи, промывают, то есть заливают водой и просеивают очень мелким сетичком. И выбирают буквально все, 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 что, так сказать, только отличается от песка и камни. Это работа, которую проводят добровольцы. Речь идет о том, что за последние 15 лет фактически порядка 200 тысяч добровольцев работало вот в этом проекте. И почему я хотел, допустим, почему я считаю очень важным рассказать это нашим слушателям, потому что, ну, многие из них приезжают в Израиль, и вот это вот на самом деле совершенно удивительная вещь. Ты сам, с одной стороны, прикасаешься к древностям, с другой стороны, ты помогаешь очень важному проекту. Вот. И за эти 15 лет было найдено почти пол, если не больше, полумиллиона артефактов, самых разных, всех эпох, начиная от эпохи первого храма и кончая даже вот последними военными, так сказать, событиями 67-го года. Но самое интересное, конечно, это первый храм. То есть были найдены печати с надписями, с именами, которые мы знаем из Танаха. Это не первые персонажи, это не Соломон и Давид, но это фамилии коим священников, которые упоминаются в Библии. Это, конечно, удивительно. Были найдены монеты самых разных эпох, были найдены бесчисленное количество глиняных черепков и каких-то, так сказать, других деталей, человеческой культуры. То есть, опять же, к вопросу о том, был ли храм первый и второй на храмовой горе, мы прекрасно понимаем, что был. И понятно, что для мусульман, которые сегодня отрицают вообще право евреев храмовой горы, то, что храмы существовали, это была крайне неприятная вся ситуация. Они пытались этому помешать через израильские левые структуры. Оба археолога, кстати, уважаемых, известных, в своих кругах, они были объявлены правыми экстремистами. Оба не являются правыми, уж точно не экстремисты. Они, конечно, были очень возмущены такой политизацией археологии. Тем не менее, они продолжили вот этот свой проект. И два года назад он прекратился, потому что, в общем, финансирование государственного так они не получили. Сейчас, благодаря спонсорам из Америки, этот проект вновь восстановлен. И таким образом, сегодня все желающие, как израильтяне, так и гости страны, могут приехать в Иерусалим и записаться на эту сессию. Они получают ведро вот этого самого мусора, просеивают его на маленьком ситечке. И я помню, что мы сами участвовали в таком проекте, ужасно интересном. Конечно, ты должен просеять огромное количество песка и всего, чтобы найти хоть что-то. Поэтому, когда у нас была целая группа, порядка 20-30 человек, и количество важных, интересных артефактов было там 2-3. Все остальное, это было... Но сами понимаете, работа тяжелая и непростая, но тем не менее, уже сегодня найдено огромное количество материала, которое, в общем, подтверждает совершенно четко, конечно, ту историю, которую мы знаем, полностью опровергает все исламские инсинуации по поводу того, что евреи все придумали и мы все влюбим. Увы, сегодня, по договору 1994 года, контроль над храмовой горой принадлежит Иордании, иорданскому, то есть, мусульманскому вакфу. И это очень мешает и археологическому исследованию, научному исследованию этого места, и, конечно, потому что вообще евреи туда не могут приходить и даже молиться, это самое святое место для евреев на земле. Но ситуация меняется, количество людей, которые поднимаются туда, нарушая запрет полиции израильской, становится все больше, и мы понимаем, что как в любом гражданском обществе, чем больше будет таких людей, тем больше шансов, что все-таки нам удастся добиться сегодня, по крайней мере, того, чтобы евреи могли переходить на храмовый город и спокойно молиться там, так как, например, молятся там, мусульманам. Телефон в студии 847-400-5200. Александр, давайте, наверное, примем звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, господа. Сергей, Александр, всегда с удовольствием слушаю вашу пятницу. Александр, вот таких несколько вопросов буквально, как сказать. То, что происходит с Англией и что может произойти, ну, в принципе, это ничего нового. Это когда государство Израиль образовывает. Вы помните, вы не помните, вы знаете, что англичане, вешали молодых еврейских ребят как за пару месяцев до образования государства. Для них это никогда не считал за все эти годы, что Англия была действительно настоящим другом Израиля, потому что все, что произошло, многое там. Это видно вина англичан на Ближнем Востоке, разделяя и властвуют. Теперь такой вопрос. У вас предстоят выборы очередные? И вот такой вопрос. Всегда, когда вот выборы, вот уже я слышал по радио несколько раз, что одни, которые партии уже ведут переговоры, и чтобы потом, я имею в виду, правой стороны, и чтобы потом объединиться с Нитанягой и так далее. А вот интересно, а кто-то ведет переговоры с партией Мой дом Израиль Либерманом, кто-то ведет с ними, кто-то хочет с ним дружить, как говорят, на будущее, или никто, ответьте на вопрос. Вот это я хотел сказать и спасибо вам за программу и, кстати, самое лучшее вам. Спасибо большое. Спасибо вам за вопрос. Ну, во-первых, по поводу англичан, короткое замечание. Вы правы совершенно. Англичане в значительной мере виноваты и в катастрофе европейского еврейства, потому что они закрыли тогда свою принадлежащую им страну Израиля, Палестину для еврейских беженцев. И они действительно воевали с еврейскими повстанцами, боровшимися за освобождение своей страны. Вместе с тем, все-таки есть разница между теми англичанами, тогдашними англичанами и вот тем новым нарративом Либерийской партии, который мы сейчас видим, который ведет Корбин, потому что за Корбином стоят уже откровенные братья-мусульмане. И тут не должно быть никаких иллюзий. Он друг Хизбалы и Хамаса, потому что действительно это его избиратели. Резкое изменение этническое в Англии происходящее, мы знаем, что там происходит сейчас, не только в Англии, повлияло на то, что Либерийская партия это уже не просто английская партия с антисемитским душком. Эта партия антисемитская в первую очередь потому, что она опирается на антисемитизм братьев-мусульман и исламских радикалов. И это гораздо-гораздо хуже даже, чем те англичане, которых вы напомнили в 50-е и 40-е годы. Что касается наших выборов. Действительно, по сути дела, глава, лидер партии «Наш Дом Израиль» Ректор Гиберман, который является, эта партия не является демократической партией, он все решает сам, как он хочет, так и будет. И этот человек вынудил страну к новым выборам буквально через 4 месяца после того, как прошли прежние ближайшие выборы будут в сентябре. За 2 месяца до них в общем будут более-менее закрыты блоки. И вот вы говорите, ведут ли это какие-то переговоры. Пока что каждая партия стремится заработать как можно больше очков в вопросах общественного мнения с тем, чтобы потом, договариваясь с другими, получить больше преференций. И выглядит это все некрасиво. Потому что правые партии, которые, как мы понимаем, все равно должны будут пойти вместе единым фронтом, потому что иначе они все не пройдут электоральный барьер. Они сейчас, так сказать, рвут друг у друга одеяло. Делают это крайне неэстетично. И это, безусловно, очень влияет на отношение людей к будущим лидерам. Самое главное, что те, кто немножко понимают в политике, понимают, что эти люди все равно завтра, эти политики все равно усядутся вместе и вынуждены будут пойти вместе. Сейчас они, так сказать, гонят друг на друга волну, чтобы в вопросах общественного мнения показать, что они больше и круче своих, так сказать, потенциальных партнеров. Соответственно, у них должны быть более высокие позиции. Вот. Эта игра некрасивая и даже, так сказать, как-то мне не хочется ее комментировать, особенно подождем, пока к середине июля будут закрыты вот эти блоки, тогда уже сможем как-то их описать, прокомментировать и спрогнозировать их успех или неусловно. Что касается партии Либермана, то переговоров никто с ней не ведет. Она собирается идти сама. Она выбрала сейчас эта партия, точнее, ее лидер выбрал на мой взгляд крайне некрасивую позицию. То есть, в общем, электорат партии Наш Дом Израиль это электорат русскоязычный, причем люди, которые не интегрировали в общество, потому что приехало, конечно, в постсоветское пространство больше миллиона человек. Большинство из них или те, кто уже вырос в Израиле и, так сказать, даже те, кто приехал в достаточно взрослом возрасте, избрали для себя, так сказать, ту или иную партию в соответствии со своими политическими предпочтениями, небольшое количество, на самом деле, как бы немалое количество людей, оставшись, как бы, внутри вот этого духовного гетто своего, что ли, то есть, не интегрировали, не сумев интегрировать в израильское общество, они смотрят либо российское телевидение, либо, так сказать, русскоязычный израильский канал, они читают газеты на русском языке, они плохо представляют себе вообще, что происходит в Израиле, политическая ситуация, как бы, израильская, экономическая ситуация и прочее. И это вот избиратели Либерман, как правило, это люди достаточно пожилые, и мы понимаем, что количество этих избирателей сокращается. На последних выборах Либерман получил всего четыре мандата, то есть пять мандатов, прошу прощения, на один больше, чем необходимый минимум, то есть еще он балансировал, по сути дела, на грани того, чтобы не пройти совсем. И тогда Либерман, который, в общем, всегда выступал в таких радикальных правых позициях, популистских позиций, мол, типа, арабов всех к ногтю, за 48 часов разгромим Хамас. Когда я стану министром обороны, говорил Либерман, он был два года министром обороны, ничего не сделал, чтобы, так сказать, разгромить Хамас. Теперь он может говорить, что, так сказать, ему мешали, но факт остается фактом. Он переобулся в воздухе, что называется, и сделал себя главным борцом с религиозным засильем. Как вы знаете, проблема взаимоотношения светского религиозного общества в Израиле непростая. И, в общем, обиды и претензии есть с обоих сторон. Разумные политики стараются это решить договоренности. То есть договоримся и как-то сделаем так, чтобы каждое общество светское и религиозное минимально мешало другому, и чтобы мы жили в мире, потому что у нас есть действительно общие интересы и общие враги. И вот приходят популисты типа Лапида, например, которые говорят светским, давайте всех религиозных пейс им обдерем, заставим их тяжело работать, они плюнеятся, они ничего не делают. Вранье, разумеется. Они не служат в армии, тоже вранье, по крайней мере, не точное. И Лапид на этом зарабатывает голоса, так сказать, тех, кто не любит религиозных. Пришел Либерман и теперь повторяет эту же самую позицию. Теперь он тоже выступает против религиозного общества израильского, причем апеллируя к самым низленным чувствам своего электората русскоязычного, среди которого за последние годы в Израиль приехало много людей, которые в общем к еврейству отношения имеют мало. Они по закону возвращения являются внуками евреев, но по внутреннему самосознанию, в общем-то, к евреям относятся, не очень понимают, кто это. Есть такие, например, что вообще ничего не знают евреицы и знать не хотят. Для них вот эта, так сказать, травля религиозных евреев может быть где-то даже отзывается таким вот каким-то подспудным антисемитизмом, что они на ура принимают эту риторинку популистскую и выглядит это все крайне неприятно. На сегодняшний момент никакая из партий об объединении с Либерманом речи не ведет. Я не думаю, что кто-то с ним захочет вообще иметь дело. Более того, очень может быть, что для левых он всего лишь тот, кто разрушил сейчас возможность правого правительства и пытается разрушить правую коалицию еще раз, но не как бы равный партнер для коалиции. Им так, левым такой, вот так сказать, такой проблематичный политик тоже особенно не нужен. И в этом смысле, конечно, Либерман сейчас пошел в Абан, в Абан или пропал, либо он увеличит резко свою фракцию в Кнессете и будет диктовать свои условия, потому что без него правой коалиции не сможет сложить правительство, либо он просто будет стерт на выборах, потому что все-таки вот эта вот апелляция к низменным чувствам, она распространяется на не такое большое количество людей в Израиле и не факт, что на этом он сможет заработать себе достаточно голосово. Спасибо. Ну а теперь давайте о Нитаньяху и должен ли он избегать встречаться с социалистическими лидерами Европы? Ну вот на самом деле как бы сейчас речь идет даже не столько о социалистических лидерах Европы, сколько наоборот о лидерах националистических. У меня прозвучало о социалистических, но это дефект речи. Дело в том, что действительно сейчас вот после того, как прошли выборы в Европейский парламент и мы видели вообще усиление правых националистических движений на территории Европы, особенно в Восточной Европе, то очень многие в Израиле и за пределами Израиля говорят, что как глава правительства Израиля Бенемин Натаньял может вообще позволить себе встречаться с европейскими националистами, они же такие антисемиты, они же такие вообще не любят евреев, вот пожалуйста вам лидер Венгрии Орбан, он вообще евреев ненавидит, говорят они, или там поляки, которые не хотят признаваться в том, что они соучаствовали в истреблении, в катастрофе европейского европейского еврейства. И в общем, конечно, эти заявления звучат ужасно лицемерно, потому что очень многие из тех, кто сегодня критикует премьер-министра Израиля за то, что он общается с восточноевропейскими националистическими лидерами, они в свою очередь, в свое время, они поддерживали, допустим, то, что левые лидеры Израиля встречались с Есиром Арафатом, которого даже сравнивать нельзя, так сказать, Виктор Орбан, допустим, он антисемит, допустим, это тоже неверно, допустим, он антисемит, но Есир Арафат был террористом, который посылал, давал приказы, чтобы убивали евреев, женщин, детей, мужчин, и потом с этим человеком израильский премьер встречался и пожимал ему руку, заключал с ним договора, и это было нормально. А сейчас, когда Натаньяу пытается, допустим, наладить какие-то отношения в Европе с националистами, то вся эта вот левая тусовка поднимается на дыбы и говорит, как он может встречаться с антисемитами. На самом деле, конечно, ситуация непростая, неоднозначная. Националистические лидеры Центральной и Восточной Европы далеко неоднородные, особенно, когда речь заходит об Израиле. Как правило, все эти националисты решительно поддерживают еврейский национализм тоже, и сионизм, и национальное государство еврейского народа. Что касается отношения к евреям на территории Европы, так сказать, к катастрофе, там уже ситуация не столь однозначная. А иногда и вовсе, в общем, с нашей точки зрения, сомнительная. Но надо понимать, что глава Израиля обязан ставить интересы своей страны над соображениями идеологического чистоплюзства. То есть, в ситуации, когда Израиль и так с трудом добивается поддержки международном сообществе, и когда так много стран регулярно голосуют против нас, отказываться от поддержки правых националистов Европы просто смешно. Или вот, например, когда мы говорили о Викторе Орбане, как на Викторе Орбане, лидере Венгрии, которого сейчас, так сказать, левые в Америке, в Европе чуть ли не сравнивают уже с Гитлером. Почему? Да потому, что он очень резко выступил против Джорджа Сороса. По сути дела, закрыл Соросу возможность действовать в Венгрии, выгнал его и действовал очень жестко. Но не будем забывать, что сам Джордж Сорос, хоть он, конечно, и еврей, вот, он сам, вся его деятельность в Европе, она весьма противоречивая, скажем так, мягкая. Вот. Но то, что он еврей, вообще никогда, никаким образом не делал его, скажем, произраильским человеком. Он был открытым врагом Израиля, откровенным. И он, так сказать, не являлся никогда приверженцем еврейских ценностей. Более того, мы знаем, что когда он был молодым человеком, он даже, в общем-то, служил в венгерских, нацистском движении, скрывая то, что он был еврей. Понятно, тогда трудно судить человек о том, что он делал тогда, потому что спасал свою жизнь. Тем не менее, Сорос, хоть и еврей, это его от критики не освобождает. То, что Орбан его изгнал из своей страны, в общем, на мой взгляд, это было разумно и здорово. Жаль, что Израиль не сделал то же самое в отношении фондов Сороса, нового израильского фонда и так далее. Вот. С другой стороны, конечно, когда Орбан или его другие коллеги-националисты европейские, они как бы чествуют своих национальных героев, участвовавших в катастрофе, так или иначе сотрудничавших с нацизмом, то Израиль не то государство, которое должно как бы соглашаться с этим и закрывать на это глаза. Но реальность она сложнее вот этих черно-белых тонов. Поэтому нужно уметь лавировать. Конечно же, та критика, которая сейчас обрушилась на Натаньял за то, что он сотрудничает с венгерскими, с польскими, другими лидерами националистическими Европы, она не к месту абсолютно. И она, снова повторю, крайне лицемерна на фоне того, что те же самые люди, которые сейчас ругают Натаньял, считали совершенно нормальным то, что израиль, израильский премьер общался с террористами, убийцами, которые, в общем, и сейчас, например, призывают общаться с Абумазанным, который раздает премии и пенсии убийцам евреев. На мой взгляд, как раз здесь ситуация гораздо более ясная и с лидерами террористов не стоит встречаться, в то время как сотрудничать с националистами европейскими стоит, и стоит точно так же как бы осуждать их в тот момент, когда они делают какие-то антисемитские заявления. Александр, давайте попробуем принять звонки, люди терпеливо ждут. Господа, я извиняюсь, я второй раз звоню, потому что не договорил. Вы знаете, то, что происходит сейчас с обвинением в адресе Нитаньяку, здесь то же самое, вы знаете, я слушаю, когда радио правых людей, к счастью, очень много которые ведут правое радио, это люди, которые, как Сергей знает, Денис Преггер, Марк Левин, Майкл Савич, это американские евреи, и once in a while, как говорят, к ним звонят и спрашивают, вот вы евреи, как вы можете поддерживать нацистов, фашистов, это имеется ввиду Трампа, понимаете, то есть одна и та же история, ничего, ничего, ничего не поменялось. Я еще тратил вопрос спросить, в последнее время, последний год, в постоянной интернете на русском языке рассекречены факты из архивов Советского Союза, что в 68-м или 60-м году советская атомная подводная лодка была у берегов Израиля, и по приказу Брега должна было нанести сокрушительный ядерный удар по Израилю. Это правда или не правда? Что вы знаете об этом? Мне просто интересно с исторической точки зрения. Я извиняюсь, что раз, спасибо большое, я с удовольствием еще раз послушаю. Спасибо. Мой ответ будет очень коротко. Я точно так же, как и вы, видел подобные сообщения. Я не видел их в серьезных и солидных источниках. Поэтому, да, я слышал об этом, о том, что советская подводная лодка с оружием ядерным находилась рядом с Израилем и угрожала. И что Израиль в тот момент, как бы, это был 73-й год, если я не ошибаюсь, на самом деле, не 60-й уже. Израиль должен был с этим считаться. Но я ни разу не видел этого сообщения и в серьезных каких-то материалах и источниках все на уровне спекуляций. Поэтому, могло ли быть такое, могло, имеем ли мы какие-то ясные доказательства, по крайней мере, в открытом доступе. Давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, скажите, пожалуйста, в Бундестане проголосовали за то, чтобы здесь была, это сказать, политическое гро, могло легально работать в Германии. Скажите, не отразится это на отношение Германии с Израилем? Нет. Снова, вот мы только что говорили о том, что ругают премьер-министра Израиля за то, что он вынужден и как бы заинтересован в сотрудничестве с восточноевропейскими националистами. Здесь ситуация очень похожая. Германия важный фактор европейской политики. Германия сотрудничает в язык с Израилем в очень многих вопросах, в том числе поставляет нам подводные лодки, которые по сообщениям в иностранной прессе оснащены ядерным оружием, и которые являются гарантией нашей защиты против таких сумасшедших, как Иран, например, или каких-нибудь еще. Совсем недавно германский парламент принял закон, или так сказать, принял решение о том, что бойкот Израиля в общем является разновидностью антисемитизма, что в Германии являются уголовным преступлением. Мы хвалили Германию, благодарили ее за это. Сейчас Германия по своим политическим соображениям не приняла закон о том, что Хизбалла является террористической организацией. Это неприятно, это, безусловно, дипломатический провал Израиля, но это еще не причина для того, чтобы мы разрывали отношения или как-то ухудшали их, потому что, окей, мы воюем с Хизбаллой, мы не можем требовать от того, чтобы весь мир воевал с Хизбаллой. Слава Богу, у нас есть администрация Трампа, которая видит ситуацию точно так же, как мы, и Америка не боится защищать Израиль, защищать интересы как бы здравого смысла и всем злодеям говорить в лицо, что они злодеялись. Хизбалле, Корбину, кстати, всем остальным. Германия так не поступает, окей, что же ничего не поделаешь. Мир такой, какой он есть. К сожалению, времени больше не осталось. Александр, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. Спасибо.